здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодняшнем видео я хотела бы показать вам итог своей работы вот по такому дизайну мейкап из книги ироника женер вышивка для настоящих модниц как вы помните я вышивала не весь этот сюжет а только вот верхнюю часть вот так вот это у меня выглядело для того чтобы показать что у меня получилось мне пришлось даже поменять место дислокации и сейчас я снимаю для вас на кухне потому что коробочка моя текстильная да в которую я и планировала оформить этот сюжет получилась очень и очень большая сейчас я вам ее покажу и вот что у меня получилось вот такая вот коробка посмотрите пожалуйста какая она огромная дочка даже слегка растерялась от такого объема до от того что можно в эту косметичку косметическую коробку да это мы собственно говоря и планировали сделать положить для сравнения покажу у нее была вот такая коробочка то есть ее можно сюда положить и даже ее здесь не заметить давайте немножечко расскажу вам о вышивке я вам показывал да что я вот покупали покупала вот такую тканюшку и она мне не очень сильно дружила с моим сюжетом для того чтобы подружить вышивку с этой тканью я вот до вышила вот эти вот пятна которые вот здесь вот находится да и вот здесь вот еще такое пятнышко сверху просто сама до вышила мне кажется это объединила сам сюжет и ткани которые я подобрала потому что мне честно говоря уже не хотелось ничего другого покупать потому что ткань была куплена специально для этого проекта в нужном количестве а внутри я сделала вот просто такой сиреневый но тоже довольно подходящий тканью оформила то есть здесь у меня комбинация идет ткани как вы видите сделала я вот эти кружавчики на них настояла на самом деле моя дочка я их не хотела делать мне кажется они сюда не совсем подходит ну как говорится хозяин барин она очень просила и я просто вот еще кружавчиками так вот оформила делала я не по какому-то мастер-классу к сожалению никакого внятного мастер-класса по этим коробочкам я не нашла все говорят что это очень очень все легко делается что-то показывают да какие-то конечно мастер-классы есть но на самом деле там не уделяется внимание каким-то нюансам и я уже просто сама додумывала и сама дорабатывала вышивку я сажала на дублерин вот эту верхнюю вышивку и верхнюю ткань я сажал на плодный дублерин также нижнюю ткань я сажала на толстый синтепон который я вам показывал своих последних покупках вот это донышко я сажала на толстый синтепон сейчас я вам все эти материалы обязательно покажу и как видите донышко я простегала простегивала я и на машинке естественно машинка моя не предназначен для стежки у нее не опускается нижний транспортер и лапки у нее нет поэтому я выбрала вот самую такую примитивную стежку просто чтобы потренироваться но мне кажется очень неплохо даже получилось также вы видите что я сделала вот здесь вот кармашки для чего я это делала для того чтобы сюда можно было поставить кисточки сейчас я вам покажу как это выглядит вот примерно так также сюда можно положить туши до чтобы они не валялись по всей коробке ну в общем вы сами знаете у всех есть косметика в общем единственное что наверное жалко что я сделала только по одной стороне вот эти вот дополнительные кармашки можно было бы в принципе их и по всему периметру сделать ну это уже не важно я думаю что коробочка и так достаточно большая и сюда и так много что войдет если разложить вот всю косметику которую дочке здесь еще место останется на вырост так что вот мои дорогие такая коробочка единственно что она вот видите у меня немножечко так разваливается нету в ней определенной жесткости ну я это же текстильная коробка это никакая не картонная дно у нее довольно тугое то есть она вот как раз но хорошо стоит была у меня идея знаете видела варианты вот когда вот здесь вот люверсами прокалывают и вот как бы колечками стягивают это бы конечно бы лучше было но у меня нету такого приспособления которое вот прокалывает люверсы ну может быть дальше обзаведусь может быть нет может быть обойдусь ну вот в данном случае дно у меня вот тоже из этой ткани сделано в данном случае вот такая вот коробочка у меня получилось в принципе дочка довольно она уже давно просит меня отдать ей эту вещь ну вот и я наконец-то снимаю и сейчас конечно она пойдет уже в пользу для того чтобы проложить вот борта я использовал вот этот такой тоненький синтепон из своей последней покупки ну есть наверное 5 миллиметров толщина этого синтепон чека на дно я использовала вот такой синтепон это у меня остался от простежки покрывала он наверное толщиной сантиметр может быть даже больше но в данном случае я его брала целиком просто там заглаживала как-то простегивала и он умялся а иногда я просто вот беру раздеребание его он хорошо расслаивается и использую тоже в каких-то изделиях не его остался большой довольно кусок поэтому я думаю что мне намного этого хватит на вот так что вот мои дорогие такая моя коробочка за счет того что вот здесь вот дублерин она видите так немножечко она отглажена но она вот периодически мнется то есть такая немножечко картонно подобные вот эти стеночки ну опять же говорю что ничего страшного я думаю зато ее можно стирать я специально не стала вставлять туда никакие картонные вставки она конечно было получше бы держала форму со вставками но зато эту коробочку теперь можно и постирать потому что вы сами понимаете косметикой здесь быстренько все заляпается вот такая моя коробочка такое мое изделие как я уже сказала внятных мастер-классов я не нашла я написала юли нашей юли мы шули и вроде как она пообещала не то что пообещала но вроде сказала что она снимет мастер-класс по этим коробочкам потому что вы знаете они в принципе действительно шьются не очень сложно и очень в хозяйстве нужная вещь у меня очень много тканей особенно льняных которые я был из которых я бы с удовольствием нашила бы вот этих коробочек и на дачу и дома мне кажется это очень хорошо используется пока у меня эта коробочка лежала я сюда складывала свои тканюшки которые я использовала в оформлении смотрелась просто замечательно очень вдохновляюще интересно и просто приятно для глаза поэтому все таки я думаю что сошью я себе еще таких коробочек чуть-чуть по технике значит вот этот подворот я как делала то есть верхнюю ткань я просто вот так подворачивала и прошивала я думаю что это не очень хороший вариант почему потому что вот хотя у меня вот здесь вот шовчики и совпали но вот этот сам шов он не очень красиво вы видите смотрится лучше брать отдельную бейку и все отдельный бейкой по кругу это обрабатывать чтобы вот не было вот этих швов на передней части ну вот собственно говоря по весь мой отчет вот то что у меня получилось я в принципе довольна конечно 1 блин комом но вполне вполне такой себе комп не очень позорные так скажем так что вот с этой работой все теперь при переходим к следующей работе боте ну в общем раз я уже тут начала снимать я так и продолжу здесь снимать конечно не очень удобно ну ладно вы помните что вышивала я вот такие вот цветочки мини цветочки из книжки вышив из книжки садовые цветы вышиты крестом вероника женер и до вышелся у меня вот еще один такой последний сюжетик первоцветы или как-то они там называется неважно но вот сейчас вот пока у меня как-то не складывается картинка как использовать эти цветы честно говорю планировала я их салфетку но вот пока у меня не то что даже руки совсем времени нет что-то посидеть поразмыслить подобрать ткани и как-то это все дело оформить конечно очень печально потому что я хотела такую весеннюю салфетку вот уже использовать но не знаю посмотрим что там дальше будет пока у меня не складывается пока я быстро быстро хочу оформить свою пасхальную салфетку сейчас я покажу что у меня там с пасхальной салфеткой на выше вот так вот выглядит моя законченная да на этапе вышивки пасхальная салфетка как вы видите вышила да я ее иду тут уже даже пытаюсь как-то рассчитать подвернуть чтобы сделать применить ну то есть скомбинировать с тканями и как-то вот так вот как это салфеточка будет выглядеть но пока вот так вот она выглядит ткани я уже подобрала пришлось что мне пришлось пришлось мне вот сюда немножечко в эту сторону вышить потому что сбивался центр этой работы за счет того что я добавляла еще одного кролика как бы это все немножечко стиви сместилась ну как вы понимаете да вышить вот эти вот цветочки не составляла какого-то труда поэтому вот так вот сейчас у меня салфеточка выглядит я очень надеюсь что в этом же отчете я покажу что у меня в итоге получилось лишь как я сделала эту салфетку и я снова с вами сейчас я покажу вам что у меня вышло из моих пасхальных кроликов напоминаю что вышивала я вот по такой книжке вышивка круглый год схему я брала вот такой вот таких вот зайчиков ну я вам только что собственно говоря показывала у меня прошло несколько дней намучилась я честно говоря с этой салфеточкой да с этим панно ну ничего страшного все закончено и все хорошо но прежде чем показать хочу сказать всем большое большое спасибо за отклик на видео сводный групповой отчет по нашему сп мне очень приятно большое спасибо действительно это для меня первая работа до первое видео когда пришлось потрудиться собрать все в кучу и как-то рассказать поэтому мне было очень приятно что это видео нашло отклик определенный кого-то заинтересовало кого-то заинтересовали дизайны так что всем всем большое спасибо я как раз вчера трудилась карпел над этой салфеточкой и читала периодически комментарии конечно очень вдохновляющие очень приятно всем еще раз большое большое спасибо итак моя салфеточка что же у меня получилось вот такая вот салфеточка вот такое панно у меня получилось ну как всегда а немножечко отсвечивает салфеточка у меня толстенькая поэтому она вот не сказать чтобы хорошо как-то вот натягивается но однако же когда она вот спокойненько лежит она смотрится очень неплохо вот такие вот зайчики как вы видите я пришила сюда вот такие дополнительные пришивные элементики такие пуговки без них не показалось как-то скучновато также украсила я лентой до тесьмой зигзаг с обратной стороны моя салфеточка выглядит вот так вот я ее простегала простегивала я сколько 60 градусов но неважно в общем неважно такими ромбиками я простегала по-моему получилось очень симпатично мне даже в какой-то степени эта сторона даже больше нравится немножко я помучилась с вшиванием вот этой тесьмы кстати говоря делала я эту салфеточку основываясь на мастер-классы на мастер-классе юля мышули на том в котором она показывает как она делает панно какой-то подвесной вот я честно говоря не помню но оставлю ссылочку так что вот вот то что то что у меня получилось я вам сейчас немножечко вставлю фотографии как у меня это салфеточка лежит она у меня лежит на моем рукодельном комодике об этом рукодельном комодике я уже где-то больше полгода собираюсь вам рассказать потому что все мои запасы переехали в него чему я безмерно рада я обязательно сниму это видео обязательно расскажу что там и как но вот на этом комодике будет жить моя салфеточка и украшать его в период пасхальных праздников вообще с каким я это посылом сделала ну во-первых чтобы конечно же украсить да и комодик и мою кухню потому что это комодик модик находится на кухне во вторых мне жалко забрасывать да это салфеточку эти украшения чем-либо потому потому что обычно у меня сверху на этом комодике навалены всякие рукоделки ткани в общем кучу-кучу всего и такой образуется хоть спот горячая точка да поэтому надеюсь очень что теперь у меня будет эта салфетка в гордом одиночестве лежать и просто украшать собой так что вот мои дорогие посмотрите пожалуйста помните я вам рассказывала что я вышивала вот этих кроликов специальный ниточек ниточкой от модели шерстяной который начесывается но честно говоря ничего у меня не получилось начесать то есть вот кролики видите вот какие они были такие они есть может быть у меня нету специальной липучки я пыталась липучкой щёточкой там чем-то еще но ничего у меня толком не получилось я честно говоря как-то сильно не усердствовал потому что я когда начала липучка дирать у меня начали цепляться вот эти вот мулине ниточки мулине я побоялась что я сейчас просто что-нибудь испорчу ну в общем да меня так зайцы тоже устраивают про фрузелки фрузелки я тоже не стала делать я просто честно говоря побоялась что они у меня будут как-то задираться отдираться принципе работа так тоже неплохо смотрится по моему довольно весело интересно я думаю что а так это все тоже будет очень симпатично и интересно смотреть вот такая вот моя замечательная салфеточка получилось ну как я уже сказал немножечко я с ней помучился это мое первое изделие вот надо было вот эти вот аккуратненько сделать уголки все аккуратненько сделать ну в общем то вот я принципе довольно очень результатом теперь эта салфеточка будет радовать меня в празднике и теперь я уже более-менее представляю как это делается я уже скорее всего буду оформлять и следующие какие-то свои изделия вот в такие панно такие я даже не знаю не знаю как это маты да потому что она толстенькая я прокладывала внутри объемный флизелин здесь вот не очень вам заметно но там такая пухляшечная пухляшечная салфетка получил посмотрим как эта салфеточка будет у меня вести себя уже в практических до условиях ну вот получается что эту работу я закончила и теперь давайте я расскажу вам о своей новой работе о своей новой задумке хочу показать вам какую я начала новую работу в рамках этого совместника буду вышивать я вот по такой книге козу к оке это японская это японский дизайнер девушка у нее дизайн и очень простые но очень милые и красивые ну наверное все видели эти книжки я ее уже очень и очень давно купила сейчас попробую приблизить сейчас немножечко темновато может быть отсвечивать ну то есть это вот книжка полностью в моем стиле посмотрите какие красивые сюжеты есть мне было очень сложно выбрать какой-то один сюжет просто красота необыкновенная хотелось мне вышить вот эти вот сюжеты смотрите какие красивые вот этот такие весенние цвета очень красиво вот такие вот веточки видите ежевика малина просто необыкновенно у меня есть обзор на эту книжку кому интересно пожалуйста под видео будет плейлист с обзорами вы можете найти вот этот венок тоже очень красивый ну просто надеюсь вот что не дизайн то прямо бери и вышивай но в общем составил мне большого труда выбрать и остановилась я сейчас я вам покажу на каком дизайне остановилась я вот на этом дизайне вот на этой сумочке в данном случае дату применение я не знаю честно говоря буду ли я вышивать сумочку или что-то другое но вот так такой веночек я сейчас вышиваю посмотрим что у меня получится сейчас я вам покажу что у меня есть на сегодняшний момент вышивается очень легко очень быстро еще раз хочу заметить что сами схемы очень простые мало при мало цветов там используется вот посмотрите пожалуйста который я выкладывал эксклюзивно в своей группе вышиваем по журналам и книгам больше нигде я пока эту фотографию не засвечивала то есть сколько там цветов используется сейчас я вам скажу или вы можете сами посчитать за всего 10 цветов и два цвета бисера к сожалению вот сложно понять сложно понять что здесь за бисер вот посмотрите так схемы выглядит размер этой схемы 110 на 100 клеточек схему я естественно увеличивала потому что так невозможно хотя нет я ее не увеличивая и просто так сер копировал чтобы зачеркивать вот так вот схема выглядит вот цвета которые нужны то есть все очень просто тут конечно также показано как шить эту сумку но я вот насчет сумки очень сомневаюсь если я ее и буду шли то не в таком виде и что же у меня есть на сегодняшний момент вот так вот я организовала свои ниточки решила в этот раз бобинок не вышивать потому что ниточки быстро заканчиваются тут нужна определенная нарезка и я вот так вот уже все разместила свои цвета размещаю их по мере почему ты у меня здесь 8 всего цветов а нужно 10 ну да вот 10 значков просто я их размещаю по мере того как они мне как они мне становятся нужны то есть вот эти два цвета мне еще не попадались вышивки и вот так вот паркую я иголочки до приклеила вспененную основу от коврика гимнастического так вот паркую и что у меня есть на сегодняшний момент вот так вот выглядит вышивка моя на сегодняшний момент вы знаете практически половина работы но чуть меньше чем половина работы как я уже сказала вышивается элементарно очень быстро вышиваю я набила не цвет сейчас не помню какой но такой нежный зеленый белана это у нас хлопок вышивается очень приятно очень спокойно и даже в некоторых моментах скучновато ягодки здесь вышивается вы видите так таким зеленый синим цветом и бисером наверное я буду уже вышивать потом то есть в самом конце посмотрим как у меня пойдет как я уже сказала бисер тут я так книга на японском языке и сложно понять какого цвета нужно бисер но это я буду уже ориентироваться по картинке у нас в леонардо сейчас появился бисер тоха поэтому я думаю что и с размером и с цветом проблем у меня не будет вот а скорее всего в книжке скорее всего минхи мил хилл используется но там нет ни данных никаких ни цветов ничего как-то скорее всего там прописью просто написан какой цвет но на японском языке если кто-то знает какие нужны цвета именно по книжке пожалуйста напишите мне так что вот вот сейчас мое такое продвижение вы знаете это продвижение вот буквально я вам сейчас скажу за сколько дней вот я в кой-то веке записала дату я начинала 28 марта эту работу но повышила повышевала ее всего несколько дней потому что 2 апреля я начала другую свою вышивку потому что день 2 апреля замечательный для загадывания желаний данную вышивку вот и я уже начала другую работу то есть буквально вот за несколько за четыре за пять дней неспешного вышивания вот у меня столько вышилось сейчас это у меня работа отдыхает то есть все силы у меня переброшены на тот проект ну может быть иногда буду брать его очень красиво вам нравится мне просто необыкновенно такая красота это вот вот прям вот мой вкус то есть не навязчиво не сложно со вкусом мило и просто очень красивая работа и вы знаете мои дорогие я все-таки решила что я буду вышивать из каждой книги по одному дизайну потому что вышить хочется очень и очень много а вот из этой книжки я бы вышила буквально все а вы сами понимаете это время и тогда будет простаивать моя оставшаяся рукодельная библиотека поэтому для меня такое решение с одной стороны тяжелая да с другой стороны и очень интересно будет каждый раз брать другую книжку и вышивать из нее какой-то один самый-самый-самый замечательный дизайн на этом все я с вами прощаюсь я была очень рада что вы зашли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем а